ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Называю расположение бункера ГЛА по сетке в квадрате Пэта Чарли 689ЕР44. Пропужна поддержка, они снимают нас! Нет? Нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, ребята! Добрый вечер! С вами Кейн, с вами Дочи и Ариэс. Начало поединка, счет 0-0. Карта Dust Devil, и это World Series 2014 года. Только что Лактез показал очень хорошую скорость. В принципе, невидимы особых фризов. Продолжаем нормально. Спрыгнулись в Гейм Рейнджер, все-таки вернулись на официальный сервер. И я пока что, игроки разбегаются, передаю привет порталу StarCraft2TV, generalistdefizetage.ru и gamereplace.org. Что ж, у нас пока в начале 15 вьюверов уже набралось. Наблюдаю я чат как с Твича, так и со StarCraft2TV. У кого лагает сам Твич, непосредственно на серверке Твича идите на портал StarCraft2TV. и generalistdefizetage.ru. Там Рейд помогает. Помогает, пропадают лаги, во всяком случае. Да, со StarCraft2TV уже жалуются. Ребята, ну ничего, пока мы не видим жалоб, что-то со звуком. Так, звук у нас есть в игре. Татар, ничего не могу сказать. Это у нас дочь играет под этим ником. Не могу сказать, насколько сейчас высок его скилл. Это, можно сказать, уже динозавр, на самом деле, отечественного сообщества, старпёрища, ещё то. Но всё-таки, всё-таки, всё-таки я верю в нашего парня. И он должен поиграть. Всегда его любимой фракцией была, являлась фракция Global Liberation Army Токса. Поэтому, поэтому, должен он помнить. Невозможно пропить. Хотя, невозможно пропить свой скилл. И я верю, что Ильнур что-то покажет. Но Эко показывает в данном случае Эрис. И его Хаммер уже поехал вперёд искать. Ну, немножко не в ту сторону. Ильнур, как мы видим, не идёт пока в захват. Казанский парень пока тычкует течи. Запихивает в них своих ракетчиков. Не знаю, Спейс, насколько она вазелинит. Но, во всяком случае, показывает контроль карты. И Ноэко пока ему в помощь. Здесь, конечно же, в игре за Юсу стоит опасаться расклада такого-то подрыва Суплая. Потому что он всего лишь один. Три технички поехали как раз в ту сторону. И два Хаммера полных с хелф-файром дронами уже подбираются к базе. Сопровождает, естественно, эту группу маленький медик. Который очень будет кстати против туннелей и возможных ракетчиков. Первый квад выезжает и стреляет уже сейчас Хаммера по бараку. И готовит дочь здесь заселяться на базе. Привёз он ещё раба. Ракетчика пока стреляет вяло. Как это забыл, отключён он на свою базу. Заказывает барак, потому что не имеет возможности он возвести туннель. Расстреливается, естественно, в завод. И, как комментируют наши вьюеры, играет на Рейнджере очень часто. Ну, понятно, на Гейм Рейнджере он и играет в основном. Но сейчас из-за лагов мы спрыгнули именно сюда. Итак, распродан был Суплай Центр. Не хватает деньги, наверное, Эрису. Посмотрим. Да, денег не хватает. Он в захват идёт. На захват ему хватит точно. Сейчас ещё отвезёт Чинуками. Он дропнет одного из Рейнджеров, я думаю, подальше сюда где-то. Дойче полностью теряет свой мейн. Сейчас не распродаётся, в всяком случае, пока Эрис. Очень агрессивное начало, благодаря Ноэку с его стороны. Вот сейчас он распродаётся. Полностью распродаётся, уходит на левый фланг. Много выпустил здесь Рейнджеров. Дойче пытается закрепиться на вторичном Суплайе. Но я думаю, беда здесь ждёт его. В том плане, что всё-таки два Хаммера уже пролычковались. И не получится так просто защитить этот Суплай. Нужно как минимум ракетчиков сюда поближе запустить, чтобы они обстреливали вот эту, именно эту зону. Забыто течь. Есть ещё войска у Ильнура. Я не вижу пока других техничек, во всяком случае. Микрит нормально, в принципе. И не даёт, нет, да, захватить сейчас Ильнур. Прошёл прирост экономики Эриса. Дозеры у него, вы видели, смятали ещё здесь. Находится второй. Уничтожается, естественно, туннель. И пока я не вижу других техничек. Было ж у него побольше группа. Посмотрим, что готовит сейчас Ильнур. 1,275. Такой размен получился по основным базам сейчас у игроков. И, естественно, ставка Эриса сыграла на вынос быстрой базы. Ильнур не смог ничем там воспрепятствовать. Но смотрите, какое количество ракетчиков у него. В принципе, имеет войска. Упустил их где-то, где потерялись всего 2 технички. Возможно, пытался уже противодействовать этой группе. Во всяком случае, группа цела. И медики, и медик, и хаммеры. Всё есть. Захват Ильнур не выучил. Послал пока вперёд в охоте за дозер. Дозер едет сюда, не знаю. Ожидает ли здесь встретить что-то этот дозер. Но эту группу пока лбать очень тяжело. Большая группа ракетчиков. Я думаю, нужно техничкой очень осторожно развозить. Как-то контролить. Насобирал денег уже Эрис на суплай центр. И постепенно он реализовывает. В принципе, он не уходит с тропы намеченной. То, что он запланировал на эту игру. Всё идёт, в принципе, по плану. Подрыв. Барак уходит и отдаёт невнимательно. Здесь Ильнур. Отдаёт техничку на своих же подрывниках. Это проблема Токса. Проблема Стелса, по-моему. Только Ванила и Эдема не повреждают свою Эниту. И так, Ильнур пытается вернуться на свою базу. Идёт в расход. Не хватает ему здесь ракетчиков. Нужно заводить. Ильнур это делает, но поздно. Поздно. Всяком случае, суплай здесь он не завёл в этот бункер ракетчиков. Суплай будет отдан. И он останется, в принципе, здесь, на этой базе. Посмотрим. Хватит ли внимательность с дрона. Я не вижу, пасёт ли сейчас Эрис эту территорию. Дрона я не наблюдаю. Но, конечно же, возможно, он вернётся. Ильнур не отдал ещё пока что свой... Не отдал свой туннель последний на вторичном суплай. Да, возвращается здесь. Успеет ли выйти Ильнур сейчас? Заходит у Ниты? Нет, не поворачивай сюда Эрис. Пока ждёт на базу. Основной подрыв. Завод уже готов. У Татарина 770 долларов. Эрис набирает обороты. 4 тысячи. Но это рубаря флуат. Просто где-то же был дозер. Куда он поехал? Куда, куда? Неужели подвал? Нет, вот он находится дозер. И второй ещё живой. Второй дозер живой. И всё, в принципе, пока у Эриса нормально. Но не сдаёт позиции Ильнур. Пытается сопротивляться. Не совсем внимательно. Не хватает ему клика. На дроны отвлекаются пока что его ракетчики. И пока живёт. Ну что, нужно второй туннель возводить и контролировать эту территорию. Нигде пока никаких действий не происходит. И Ильнур поздно выводит. Отдаёт под расклад большую группу своих Юнитов. Нужно было как минимум 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек и начитал. Слишком много. Слишком много хороших Юнитов, которые сейчас могли бы противостоять. Нужно было снаружи оставить одного. Не доглядел. Здесь вернул. И снова подрыв. Теперь уже у нас суплая. 4. Главное, чтобы подорвались. Да, разводит, разводит. Убирает техничку. Сейчас Ильнур уже обжёгся. Юнитов нужно беречь. Подрыв ещё. Ждём. Трёх хватает. Но так нужно было разводить на пехотинцев. Он пускает четвёртая. И что, выросла у нас уже большая группа. Всё идёт к тому, что всё-таки Ильнур сдаст свои позиции. Слишком уже направленно. Пусть и не совсем безошибочно играет. Эрис, но идёт к первой своей победе. Бест оф файв. У нас 1.32 World Series 2014. Первый тур. И идут игры до трёх побед. Две технички в поисках. Не сдаёт ещё позиции. Возобновил свой вторичный суплай. Денег осталось тысяча. Заказал, видимо, квад. Посмотрим. И пытается унаться за быстрыми течами. Захват. Всё. Деньги. Две вышки. Три. Три вышки сейчас у Эриса. Возведён ещё один суплай. Обменялись полностью теперь, можно сказать, своими базами наши игроки. И провентилировал эту территорию. Провентилировал территорию Дойчи. Понял, что дела плохи. Метается. Не знаю, почему не стреляет сейчас Эрис. Играет, ну, как мне кажется, чрезмерно аккуратно. Ну, с одной стороны, это правильно. Вот сейчас Ильнур только засаживает ракетчиков. И я боюсь, конечно же, это малое количество. Так скажем, необходимый минимум. Благодаря этим бочкам, конечно же, постройка сносится гораздо быстрее. И пытается сейчас... Нужно ремонтировать свой армсдилер. Пока не делает этого Ильнур. Ферсбей состреливает у нас. Ай-яй-яй. По-всякому пытается напрячь сейчас Эрис своего оппонента. Ну, а Экейны, Казань... Я думаю, большинство сейчас вьюеров наших... Болеют, конечно же, за Ильнура. Шесть. Шесть дрон... Шесть техни... Шесть хаммеров. Шесть хаммеров. Естественно, МДС на борту. И сейчас будет, по-моему, грубая... Грубая сила. Направлено на сторону коричневых букашек на мини-радаре. 2600. Снова обмен. Посмотрите, только уже большая группа. Ближе к базе Ильнура. И снова выезд с техничками на бывшую свою территорию совершает Ильнур. Нет, а только под рейв. Проезжает мимо. Контролирует пока что ситуацию здесь Эрис. Видит, во всяком случае, что враги не дремлют. Подъезжает. И почти получилось уничтожить один хаммер. Стрелять, стрелять по хаммеру. По хаммеру Ильнур отвлекся. Да, этот уничтожен, но он не проконтролировал. Направил войска, причем отвел далеко от туннеля. Сейчас эта группа четырех RPG, но не составляет труда. Ни для чему. Уничтожен первый дозер. Я думаю, нужно Эрис удропать. Возвращать свою вертушку за ним и забирать. Пытается, ну, так противодействовать. Уничтожить еще реактор. И нужно стрелять. Технически здесь, в принципе, пойманы. Нужно убирать. Убирать хаммер. Еще один есть. Один хаммер, но не сильно битком он был забитый, как мне показалось. И смотрите, здесь жесткая группа. Хаммер еще один страдает. Итак, откуда Эрис, ребят, я не скажу. Его родной портал и сообщество GameReplace.org. Вот, по большому счету, играет в основном на GameRanger. Но, как видите, он там проверил крайне небольшой. Имеет, естественно, официалку. Выход на официальный сервер. Плохо собирает здесь Рабыева. Посмотрите. Посмотрите. Один только бегает. Остальные стоят. Есть недочеты у Эльнура. И что? Есть ли сейчас с чем отвечать? Как-то не лезет он на базу. Хотя я не знаю причины. Просто растягивает удовольствие сейчас у нас. Эрис просто сметает и берет под контроль всю карту. Все, это финиш. Ведь и большое количество, малое количество сейчас в здании не позволяет как-то этой группе бояться просто Эльнура. Все, тотальный контроль. Бежит еще Рейнджер на захват вышки. Напомню, карта Death Devil World Series 2014 года. Первый тур. Эрис и АМ Татар мы видим. Ну, это наш Дойчий, Эльнур из Казани. Отечественный игрок. Еще подрыв. Не получилось. Не получилось. Да, игрок достаточно сильный, как мы видим. Но, опять-таки, скажу здесь, что оправдана была его стратегия. Это Ноэко. Карта в основном глажная. И, в принципе, Эльнуру, каком бы он скилле там сейчас не находился, думаю, было бы достаточно. Мы видим по игре, что он не отдает так просто так ее. Разъезжает, не стесняется, не боится. То есть, руки работают. Ну, и поэтому, ну, тяжело против Глашника, конечно. При более-менее равном скилле здесь было бы по-любому у американцев быть той же самой стратегии. Что у нас здесь? Куча ракетчиков, подрыв. О-о-о! Браво, браво, браво! Но хамеры, хамеры, хамеры! Потому что освободил сейчас еще красного гвардейца. Вы видите, получается, только одного унес. Я думаю, можно было бы подотворнее пострелять по хамерам. Хотя ситуацию это не спасает. Однозначно. Слишком близко подъехал сейчас Эрис на туннель. Ну, такая большая группа, что просто не повредила этот наезд ничему. Все, под контролем. Явно Эльнур здесь в данной ситуации проигрывает. И счет, и счет. Становится 1-0. Впереди Эрис. Ты победитель. Наш международный статус растет. Наш статус на международной арене понижается. Самое время исправить нашу ошибку. Уничтожьте их все. Бульдозеры, начать чинить наше здание. Помедитируем и взвесим следующий шаг. Куда ты теперь направишь свои войска? Отличная работа, генерал. Отлично, ребятки, начнем. Атака начинается. Прятки тебя не спасут, генерал. Мы найдем тебя. Вам это понравится, генерал. Хотя, пожалуй, наоборот. Называю расположение бункера ГЛА по сетке в квадрате Пэта Чарли 689ЕР4-4. Нам нужна поддержка. Они снимают нас. Итак, счет становится 1-0. к нам возможно присоединился еще стример сейчас мы проверяем всяком случае возможно для английских так я так понял закрыть или спросит закрыть ok ok good luck have fun и так счет 1-0 впереди эрис мы видели я не знаю насколько инстанционно эрис не захотел еще одного стримера может быть это не совсем корректно может быть и так наблюдают лаги до играли вроде бы рендом юса лейзер чина нюк и так снова внизу сейчас ильнур и снова вверху сейчас эрис снова американец только теперь лазерный на борту эриса предыдущий матча был американец против токса дойче проиграл что сможет сейчас сделать нюком против того же американца ведет вперед он свой дозер естественно будет здесь военный завод возведен и мне кажется снова будет но эко снова но эко в исполнении эриса поглядим поглядим что получится в данной ситуации до зарс играли рэндом играли рэндом счет пока напомню 1-0 у нас это опен рэндом и вперед едет также дозер сейчас эриса нет ни зла во первом заводе заводит барак возможно будет за х из уже учится захват сейчас у ильнура с последующим труповозом пока что нет ракетчики выезжают вперед и это очень удачно всяком случае против американца пока да но эко ну вынуждена карта такая по мопулу все-таки она провоцирует изначально конечно можно играть и на 3 чинук а но при одном суплае очень тяжело американцу хотя здесь он знает против кого играет и нюк будет разъезжать естественно при возведении суплае вдалеке при возведении значит у нас тяжело защищать его американцу при заезде любых квадов ой квадов прошу прощения гатлинг танков так военный завод эрфильт от эрнура и первый хаммер ложится лазер лок будет ли от эриса до 4 5 мтс ников было осталось двое думаю ракетчики должны справиться но пока что убирают и на побегущим ракетчиком нет одного можно добить красиво часы разы морду естественно сможет ли он защитить свой дозер убирает убирать 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 вражая здесь контролируют ли был бы неплох час хеликс причем с обрядом на гатлинг это было бы очень красиво еще два не внимательно 10 ну разворачиваю свои нет и и стрелять 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 3 осталось всего лишь двое один остался и уничтожает что хаммер да нет хаммер целый как раз нужно достреливать час эльнуру давай давай нажимать нажимать ну где же хеликс гатликсом на борту нету пока этого не хватает денег 1250 на один также суплай и вынужденный раз сейчас эльнур захвата у него нет естественно и никто ему сейчас посередине даст захватить во всяком случае рис правильно делает то что возвращает свою нет лечиться хаммер не отдать через контур раз разворачивать сейчас ускоряет свои разрабатывают гатлинг пушки эльнур нужно отводить лечиться обязательно отводить виднее сейчас по-любому буду гонять два юнита беречь большие деньги сейчас которых у него просто нет возводит суплая наконец-то второй сейчас ребят сделаем потише извините сделаю потише себя если так в запале можно говорить все что угодно как сейчас ребят по микрофону сделал вроде бы потише ну что два два сапли трака два сапли трака сейчас у эльнура сейчас еще настроим микрик секундочку как сейчас уровень микрофона прошу подсказать хаммер блокировал эйрфилд сделал я еще несколько процентов вот спасибо дарданте ну что поехали дальше стреляли всяком случае арфил полностью блокирован так ничего мы с него и не увидели живет эрис и не получается пока у эльнура подъех подвести поближе штампуют он юниты хаммеры дежурят эрфилд дестрой и теперь основная база мины заедет ли вопрос вопрос ракетчики бегут на свою базу также поджимают сейчас центре и вы посмотрите может возможно было здесь место не только гатлинг танк но и нюк какой-то мере уничтожает не стреляясь ряд бережут смотрите хватает мультитаска сейчас эрису буквально разделился пока на две группы и что по деньгам по деньгам тоже не простаивает то есть достаточно почти был уничтожен хаммер на мэне эльнура и все равно не спасает это его сейчас пытается он с оплетоками раздавить мдс ников один готов до сноса реактора неповоротливой машины наконец-то сносится второй но лечится хаммер и естественно еще в середине есть группа эльнур по деньгам очень много но у него нет дозеров вот в чем основная проблема нужно штамповать юниты почему не тратится деньги на тех же самых ракетчиков тяжело сказать тяжело сказать пойдет вперед с него но обер группа сейчас у нас хаммеров мы видим по центру ясно там ничего не светит сейчас или нужно штамповать штамповать деньги почему-то не тратит реактор то еще есть ложится ракетчик на базе основной эльнура и ничего не получается у него естественно сейчас даже уже сколько потом не заказывая юниты будет строиться очень медленно да это сдача сдача пока что счет напомню у нас 1 0 и впереди эрис и сдается альнур пишет gg по понятным причинам счет становится 2 ты победишь международный статус растет статус на международной арене понижается самое время исправить нашу ошибку уничтожьте их все бульдозеры начать чинить наши здания победить и взвесим следующий шаг куда ты теперь направишь свои войска отличная работа генерал отлично ребятки начнем атака начинается прятки тебе не спасут генерал мы найдем тебя вам это понравится генерал хотя пожалуй не волнуйся генерал это затишье перед бурей здесь будет страшно генерал 2 0 2 0 теперь гласник выпадает уже эрису стелс под его руководством против ванилы юса татара посмотрим какое будет у нас ноэка со стороны эльнур а и будет ли она вообще какую тактику он изберет но все просит батальоны просят огня хотят увидеть его победу и буквально на все без исключения даже те кто болеют за эриса потому что идет ворсириус 2014 года и людям нужно шоу 2 0 это очень и очень и очень быстро и мы хотим побольше красоты побольше всего чего только можно красивой игры естественно красивой победы пока что видно напряжение в этих матчах видно что эрис конечно находится в лучшем состоянии и видно что по чаще он играет эльнур а я подтверждаю этот факт эльнур а например вообще редко наблюдаю и отдаю ему просто дань уважения казанскому парню за то что он до сих пор в игре и радует нас наличием своего пусть любого скилла на полях поединков особенно таких респектабельных турниров как ворсириус 2014 года во всяком случае видит уже эрис что его светит что это американец какой еще не знает но это неважно мы видим но эко теперь уже со стороны эльнур а будет пытаться отомстить посмотрим как работает теперь это в другую сторону и сработает ли вообще есть небольшой недоконтроль есть бак мы видим нет пропала всяком случае раб и еще один еще один у нас строитель бежит я думаю ник совсем кстати для эрнура увидит ли он его во всяком случае показать на правый фланг и слева уже готов не успеть здесь эльнур естественно никуда сейчас потеряет свой дозер что тоже не кстати готовы два камера медик поехал вперед естественно будет борзлить на базу первая техничка от эриса подрыв если будет суплай подрыва гудбай гудбай дочь гудбай будет 3 0 однозначно что подрыв у четверо хватит хватит у стелса хватит 4 на суплай что-то таллина 800 долларов ему остается только воевать опускает руки эльнур даже остановился получили и месседж сейчас его пилоты его хаммера в одном что суплай снесен и это не очень хорошо возможно хватит денег нет если даже распродаться на захват вышки очень близи туннель и обидим как опрометчиво вот тоже самое но эхо тоже самое но эхо но опять-таки реализация чем реализация в чем ошибка тоже так же быстро первая техничка до ульнура когда раза токса не было подрыва в этом был конечно большой нюанс но опять-таки сейчас течь уже будет брать скраб уничтожен единственный хаммер просто распродается сейчас эрис на своей базе и во всяком случае пока все у него в шоколаде ему нужно просто так же останавливать эти эти технички быть внимательным будет ли такое количество ракетчиков посмотрим не взял во всяком случае скраб сейчас эрис и это большая ошибка я думаю нужно брать хаммер возвращается сейчас на свою родную базу именно здесь сейчас пытается уничтожить реактор но не знаю сможет или нет потратит полностью свои деньги захвате не может быть и речи давит давит своим медиком данном случае пытается разводить rpg как-то уберечь забыл немного не и но принципе то получается но сейчас закрепится здесь эрис будет слишком много ракетчиков а эльнур уже не сможет никак экономически ни во что пойти ничего не продать ничего не захватить тысячу он не насобирает хотя можно было бы продать уже все на свете но ради чего потом стороне сможет строить теряя свои единственные важные юниты в данной игре и полностью всем становится понятно что эльнур уже проигрывается счетом 3-0 в первом же раунде world series 2014 года так проглотил и как будто не почувствовал сейчас эр точнее эрис тот напрягтон уэка которая нам продемонстрирован эльнур gg счет становится 3-0 и выбивает исследующие не попадают следующий тур в россию 2014 года с вами был окейн до скорых встреч называю расположение бункера гла по сетке в квадрате пэта чарли 6 8 9 4 4 поддержка они снимают нас прятки тебя не спасут генерал мы найдем тебя вам это понравится генерал хотя пожалуй наоборот